«Осанна! Благословен грядущего имя Господне!» Этими словами жители Иерусалима радостно приветствовали Иисуса Христа, постелая на дороге пред Ним свои одежды и пальмовые ветви. Толпы людей встречали Христа, как царя и мессию. Как тогда шли за Христом люди, так и православные христиане в этот день, держа в руках первые распускающиеся весной ветви вербы, встречают Спасителя, прославляют и идут за Ним. В храме Рождества Христова по завершению Божественной Литургии состоялся крестный ход вокруг храма. В этом году приняли участие и будущие офицеры нашей армии, курсанты Краснодарского высшего военного училища имени Штеменко. Хочу поблагодарить всех тех, кто сегодня нашел возможность и прибыл в этот праздник, великий праздник, входа Господня в Иерусалим, Божий храм. Хочу поблагодарить вашего командира замечательного, желаю, чтобы он действительно пошел впереди не только в военной, политической и духовно-нравственной работе, но и, самое главное, в вопросах веры. Потому что верующий солдат не боится смерти, он знает, что Христос победил смерть, они идут на врага смерти не бояться. Вот такого воинства я желаю нашей России. Я хочу пригласить вас, чтобы вы, как можно, чаще были с Богом. Курсанты выстроились у храма по ходу движения крестного хода, образовав таким образом коридор, по которому священство в сопровождении хору гвеносцев, мужского хора, рождественских казаков, молодежи, прихожан и гостей храма прошли в молитвенном шествии, прославляя Бога. Господу помолимся, Артем Синь! Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господу помолимся, Артем Синь! С праздником православным! Водички всем досталось? Православные храмы в этот день, как правило, наполняются большим количеством людей с веточками вербы в руках, для того, чтобы их осветить. Важно помнить, что освящаются не веточки вербы, а православные христиане, пришедшие встретить Спасителя, идущего на страдания. В молитвах Православная Церковь обращается к Богу о сохранении и соблюдении людей, держащих в руках ветви Ваи. То есть в первую очередь молится Церковь о человеке. Это не праздник освящения верб, это праздник, говорящий о том, что Бог ждет от нас соработничества и сострадания к нему. Ветви – лишь символ нашей веры в воскресение Христова, знак победы над смертью. Вербы, ветви в наших руках сегодня, еще раз, чародейственного свойства, не имеют выбросить это все из головы, а имеют свойство символа сегодняшнего события, входа Господа в Иерусалим. А Церковь освящает не ветки, а стоящих, держащих в своих руках вербы и цветы православных христиан. Вот почему, когда окропляют водой, не просто ветки подставляйте, а душу свою открывайте Господу, чтобы святая вода, окропив вас, осветила и вашу жизнь. Постарайтесь преобразить эту жизнь, которую дал нам Господь. Это символ того, что мы, Господи, с тобой, мы, Господи, идем встречать тебя. Это знамя нашей победы, потому что мы идем за Христом. А кто за Христом, тот не может проиграть. Там, где Христос, там всегда победа. Там, где Христос, там побеждается даже сама смерть. Христос входил в Иерусалим не для того, чтобы Его прославили, а для того, чтобы пострадать и умереть на кресте за наши грехи и воскреснуть для спасения всего рода человеческого. Поэтому праздник входа Господня в Иерусалим одновременно радостный и скорбный. Заканчивается 40-дневный Великий пост, дальше начинается Страстная Седмица, воспоминания о крестных страданиях Иисуса Христа. Всего через 4 дня Христос будет осужден и распят. Это очень трагический праздник. Среди всех праздников это самый трагический праздник в русской православной церкви, как и во всем христианстве. Люди, которые встречают с вербами, с радостью, как царя Христа, через 4 дня будут кричать Ему, распни Его, распни. Какой же это праздник? Казалось бы, встречаем Господа на добровольную страсть, а сами выходим из храма за территорию церкви и снова своими делами, своими поступками, своими грехами мы распинаем Господа. Но сегодня мы торжествуем и поднимаем ветвью ваи, вербы, выше своих голов, как бы воспоминания того удивительного события, которое сегодня святая церковь пробуждает в сердцах своих верующих. Мир всем вам, братья и сестры, любви ко Христу, и тогда Христос своих никогда не отдаст. Любящим меня все содействует ко благо, сказал Господь. Вот это благо пусть пребывает со всеми вами. Аминь.